На днях аудиошколе диджея Грува исполнилось 11 лет. За эти годы из нее выпустилось огромное количество профессиональных композиторов. Чтобы разделить эту дату, уже во второй раз приезжает многократный победитель последних лет в номинации лучший диджей Англии Марк Иджи. Аудиошколе диджея Грува исполняется сегодня 11 лет. И каждый год в честь дня рождения мы проводим вечеринки. Второй год подряд к нам приезжает Марк Иджи из Англии. Он является самым сумасшедшим диджеем планеты. Его амплау очень необычное. Он уникально работает на сцене, танцует, двигается, иногда залезает на стол, выходит к публике, очень контактный, очень интересный. Сейчас я расскажу о своем пути, с какими сложностями мне пришлось столкнуться. Также сегодняшние слушатели очень счастливы, потому что я раскрою им несколько личных секретов и интересных приемов. В ходе мастер-класса музыкант повядал гостям, с чего начинался его путь в этой индустрии. Замолвил пару слов о наших русских музыкантах и, конечно, поделился своим подходом к созданию электронной музыки. Я начал карьеру в этом направлении, потому что я очень люблю музыку и вся моя жизнь всегда была связана с ней. Я четко понимал, что никакие сложности не заставят меня свернуть с этого пути. Музыка была для меня как полярная звезда, я всегда ее видел и шел к ней. Также, помимо множества наград, диджей обладает собственным рекорд-лейблом Black Oud Audio. Это техноистория, которая началась в 2001 году. Могу сказать, что я горел этим делом. Это моя страсть. Мы работали с огромным количеством артистов, и все это действительно то, чем я хотел заниматься. К слову, Марк Эйджи довольно часто бывал в России. Музыкант отметил, что ему очень приятно наблюдать за нашими композиторами. Мне очень приятно, что я вижу изменения в российских музыкантах. Радостно осознавать, что есть гениальные люди, которые реально разбираются в этой индустрии и серьезно относятся к своему делу. Это круто. Действительно, мы развиваем культурю и в нашей России, и не только, и за рубежом тоже. У нас учится очень много ребят из-за рубежа, потому что за рубежом это образование очень дорогое, у нас оно более доступное. Может быть, у нас нет такой огромной школы за плечами, как театральная школа или хореография. Мы новаторы, мы создаем эти учебники, мы задираем высокую планку, которой надо соответствовать. Мы равняемся под самые крутые мировые стандарты, и сейчас все получается, и это очень здорово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!